Субтитры делал DimaTorzok Ну там вот просто можно было сесть, как говорится, на эскаларку и спуститься Хараон ничего не предъявлял нам, никаких требований, ничего по-еврейски Можно было свободно гулять, свобода выбора, ничего особенного не было Но потом начинается вся загвоздка нашей главы, об этом мы поговорим дальше Что сегодня для нас Египет? Потому что мы очень часто говорим, что мы находимся в Египте, в Митсрае, в вузовстве мировоззрения Да, Митсраем, слово цар, от узость, на иврите это узость Так что же сегодня, как это сегодня проявляется? Буквально сегодня мне пришла в голову одна мысль, которую я хотел бы поделиться с вами Так Египет сегодня, буквально именно сегодня Это когда все вокруг тебя бегают, готовятся к так называемым новогодним праздникам И елочки покупают, и все что угодно И да, у евреев нету такого У нас нету так называемого Нового года Весь мир вокруг сходит с ума А у нас такого нет В том понимании, в котором как бы это вкладывают У нас есть свой Новый год, да, Рошана Это глубокий и серьезный день И праздник, и так далее А что, какая роль евреев так называемый в этот день, в Новый год? Я так говорю, кстати, на самом деле не только для людей Для евреев, которые живут за границей В Израиле тоже есть евреи, которые тоже празднуют это Наша задача, наш маленький выход из Египта Да, как мы говорили, что это Каждый день мы находимся в спуске в Египет Каждый день у нас процесс, как говорится, выхода из Митсраима, из узости Так вот сегодня это сделать выбор В сторону того, что я еврей И моя задача не в этом Я в этот день буду учить больше Торы Может быть, сдаки больше дам Помогу кому-то, на молитву пойду То есть, поставлю себе 5, 10, 15 минут больше в этот день Увеличить духовно Потому что за границей, и не только Это люди в этот день не работают Теперь, когда у еврея есть возможность Как говорится, свободное время На что он тратит? Конечно же, на правильные вещи На правильные дела, и никто нас не может за это осуждать Мы несем на своих плечах Тору больше 3000 лет И даже хочу заметить, что получили Тору именно после того, как мы вышли из Митсраима То есть, в пустыню И что значит, вышли из Митсраима? Митсраима, это как раз-таки Все абсолютно праздники, которые измирили Все абсолютно, как говорится, смесь всего Митсраим был насыщен всеми видами колдовства, идолопоклонства и так далее И мы устояли в этом Нам было тяжело, и было очень много соблазнов Но мы устояли, и мы вышли в пустыню В место, где нету Торы Да, почему пустыня? Потому что вода, вода это Тора Если нет воды, то, соответственно, нет Торы Нету жизни И наши мудрецы, наши пророкки говорят, что когда мы завершим свою работу То пустыни не будет нигде в мире Потому что все будут знать о том, что есть Творец И наша задача, каждого еврея Когда у нас есть возможность При первой же возможности Стараться увеличивать Тору, увеличивать добро По возможности добрые дела увеличивать И цдаку давать И это и есть маленький выход из Египта Когда все сходят с ума, а ты не все Поверьте мне, это уникально Быть не как все И с Божьей помощью, что мы получим Тору Буквально в следующих главах Но получить ее мы сможем только Когда мы выйдем Когда мы освободимся от всяких Внешних, ненужных атрибутов И после этого будем стремиться уже И попадем в землю Израиля И всем хочу пожелать Шаббат шалом Чтобы мы Наше настроение Наши мысли Наше направление было на свою страну Землю Израиля Шаббат шалом 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 Продолжение следует...